всем привет у нас доброе утро у нас 7 утра только посветлело буквально минут 10 назад и я иду на завтрак но мы идем на завтрак потому что мы едем сегодня на экскурсию конечно спать хочется просто жутко очень сильно хочется спать но если выбирать между спать и экскурсии на черепашек то я выбираю черепашек поэтому сегодня именно такой день когда я увижу больших 150 килограммов черепашек блин где-то и в жизни вообще редко черепашек видела но таких чтобы больших вообще ни разу ну как видела когда вот плавала у нас же тут есть черепашки в общем сначала мы позавтракаем потом нас заберут на машине и после этого мы нас куда-то довезут до реки до какой-то и потом мы на этой по этой реке будем спускаться на плоскодонной лодочке к черепашему пляжу там где они живут откладывают типа яички детенышей вот я вся в предвкушении мне это так нравится и вообще очень долго ждала эту экскурсию и как долго просто прямо все трусилась так хотелось на черепашек я тут иду сейчас смотрите но я не сильно громко разговариваю чтобы не будить людей потому что рано но тут вот такие домики территория конечно бомба самая зеленая территория у этого отеля это большой общий плюс если хотите напишите в комментариях я отдельно сниму уже дома наверное видео про минусы и плюсы вот этого отеля потому что все таки есть достаточное количество минусов и в принципе есть и плюсы но как бы это плюсы такого этого побережья так что вперед она я до сих пор же иду на мне еще вот туда вниз на самом деле склона не сильно не сильно резкий поэтому их идти можно спокойно вообще без проблем мы зашли в столовую хотела сразу ее вам показать смотрите здесь посредине огромный цветок пальма короче она выходит аж под купол туда наверх людей тут еще нету но тут неудобно что что с одной стороны типа мясо и всякие такие продукты типа еда нормально а с той стороны аж на том конце там салаты и холодные закуски ну то есть для того чтобы вечером тут очень много людей на самом деле сейчас для того чтобы вечером набрать еду приходится как бы ходить через все столы вот эта миграция не очень приятно мы обычно сидим на улице но сегодня получится утро ранее и холодно еще ну как бы не холодно ну прохладно замерзнуть не хотелось бы свежо так сказать поэтому мы сели внутри первый раз мы кушаем внутри я поэтому и начала обращать вообще внимание тут лампы такие красивые смотрите подвесные висят вот но неудобно то что надо ходить короче через все ряды люди кушают и ты вот это с тарелками мигрируешь от салатов к мясу от мяса к салатом короче но вот только вот это непонятно столовая так в принципе разнообразие еды очень большое всегда есть и спагетти и картошка и жареное и вареное и пюрешки и овощи на гриле и овощи тушеные овощи вареные рыба всегда каждый вечер есть поэтому ну как бы в принципе стол достаточно богатый мы приехали крики итальян и тут такой есть пароль переправляются на ту сторону вот вот там вот лично дорога дальше вот одна машина заехала заехал мотоцикл но максимум еще одна влезет наверное будут уже плыть он там в будке оплатит сейчас и кораблик отойдет прикольно сделали а Мы уже сели на лодочку Она, в принципе, такая немаленькая Очень большая, просторная Но мы здесь втроем С нами два гида и капитан корабля Так сказать Прикольный паром был, конечно И мы сейчас плывем по реке Прикольный паром В общем, мы уже поплыли И именно здесь нужно смотреть по сторонам Чтобы выглядывать И смотреть на головы черепах Которые сюда заплывают с моря Чтобы здесь отложить яйца В пресной воде И, кстати, они долго не могут быть в пресной воде Они становятся, так сказать, инвалидами В общем, и тут есть специальный центр В котором их реабилитируют В котором их лечат Специально какие-то метки на них ставят Черепашки, за которыми ухаживают И потом их, если они заблудились Потом их выпускают через реабилитационный период В море Вы представляете, вообще центр реабилитации черепашек Здесь заповедная зона Хотели строить отели Но все-таки Турция запретила Это все делать И сделали заповедник большой Поэтому вообще красота такая неописуемая Поэтому мы сейчас будем смотреть в оба Для того, чтобы увидеть черепах Тут водятся два типа черепах Это карета-карета И черепаха-нил черная Большие они все должны быть Сейчас будем искать Мы тут приехали втроем на экскурсию Но черепашек пока не видно Но людей тут, конечно, просто тьма Просто ужас Кошки, люди Кошмар Как бы отдумайте черепаху Рыбок тут очень много Черепашек пока не видно Ой, что-то все побежали Ой-ой, все побежали туда И я побежала Людей, кстати, стало меньше Но черепах пока нет Вот практически видно черепаху Но это не карета-карета Это черепаха-нил Черная Черная У нее острый нос И длинные когти В общем, мы увидели только Речную черепаху-нил Карета-карета Только голова Выглядывала в воде Не подплывала Она близко Я сфоткалась с крабом Очень была С синим крабом Очень было стремно его держать Потому что я вообще боюсь Всех этих водных штучек Поэтому сейчас мы поедем Как раз ловить этих крабов И гид сказал, что Скорее всего Там, может быть Будет больше черепашек Поэтому сейчас будем отплывать Конечно, круто Мы на лодочке одни Ну да, там была толпа Но видите Уже практически все рассосались И спокойно можно посмотреть Вот эта черепаха-нил Остроносая черная Она вообще практически Постоянно возле пирса Там трется Она ждет, что ее будут кормить Вкусненько И, в общем, постоянно там А вот карета-карета Уже почти не вылазит Но он сказал, что Они к октябрю Уже будут уходить в море Из реки И поэтому Их может становиться Ну, как бы меньше В сезон их больше Так что Ну, я буду надеяться Что все-таки мы еще увидим Вот только сейчас Понимаешь Разговаривали Ну, с русскоговорящими туристами Общались И они вообще были в шоке Мы сказали, что У нас в отеле живет черепаха И как бы Они все такие Вау, как-то Не может такого быть А мы говорим Ну да, вот мы прям с ней плаваем Поэтому Ну, вот в этом нам серьезно повезло Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы приехали Припарковались В общем, тут В камышах Будем ловить крабов Крабов ловят на Вот такие штуки Смотрите Тут курица Леска И вот так кидаешь просто И ждешь Но первое время Сказали Крабов не будем Сказали Первое время Пока их не будет Они подойдут Чуть попозже Сейчас попробую В общем, у меня тут Такая приспособа Здесь курица Здесь леска С бобинкой Надо ее В общем туда закинуть И ждать Пока придет крабик Главное, чтобы она У меня по счастливой Случайности Не запуталась В каких-то коряшках Ну такое Курица Ну в коряшках Итак, у нас уже Тут два И еще три Вот здесь Вот маленькие Его туда нельзя Класть Потому что Они его могут Перекусить Они большие Агрессивные А этот малютка Он даже сложил Ой Да ты что Он хоть не прыгнет В общем Клеш не расставил На меня А то сидел Сложенный Вот так вот Вот так вот Ловим На курицу В общем Мы будем выпускать Крабок И их будем Выпрасывать Просто так Потому что Я боюсь их трогать А как я их выкину Сейчас я А еще один остался У нас Сейчас Тут еще один Маленький Маленький А как и вовы Вываливайся О Пока 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 Крабики Мы подплыли Ну вырастают Из этих ста Все остальные Погибают Они не дорастают Все остальные Погибают И хватит В общем Сейчас пойдем Купаться Тут получается Коса С той стороны Река С которой мы Приплыли С этой стороны Средиземное море Оно должно быть Теплее Чем Эгейское Сейчас пойдем Посмотрим Но тут дело в том Что длинный заход Поэтому Я думаю Что в начале Так точно Она прогрета И будет теплая вода Вот сам пляж Очень длинная Конечно Деревовая линия И заход Очень длинный Отели Хотели Именно здесь Построить На косе Своих Отелей Но Не дали Как я уже сказала Хотела рассказать Вот за этот остров За этим островом И по как рассказывают Слияние двух морей Ну турки говорят одно Греки говорят Что слияние двух морей Народисе там В общем Не ясно Может их два Может три А может море Сливается Во многих частях В общем Турки рассказывают Что именно за этим островом Вот там Вот Как раз Слияние Средиземного И Эгейского Моря Слияние двух морей В общем, мы уже встали с лодки и пришли на обед. У нас стоимость тура включен обед. Обед очень большой, куча тут всего. В общем, суп, мы еще заказывали куриный шашлык, рыбу дорадо, в общем, много всего. Приятно то, что, смотрите, сзади никого нет, там никого нет. Вообще, мы тут одни сидим, а все группы, большие группы туристов, они сидят там за большим длинным столом. У них там почти шведский стол, там тоже можно набирать какие-то макароны у них лежат. Ну, в общем, там немного контейнеров, где можно взять еду. Но их там очень много, а мы тут просто в тишине наслаждаемся чудесно. Поездка по реке была просто невероятная. Такая река чудесная. Вроде как типа цвета такого она странного, зеленая, такая серо-зеленая. Такая вроде как грязная, но, блин, эти черепахи регулярно выныривающие из воды, просто нечто. Такое, конечно, нигде больше не увидишь. Мы приехали в грязевые, короче, ванны. Сейчас будем мазаться грязью. Тут несколько разных чашек, которые разные везде ванны. И тут сейчас душ, надо через него пройти и потом уже мазаться. Посмотрим, что же этого получится. Сейчас покажу, как тут грязно. Это же грязевые ванны. Тут, в общем, вот такая чаша, и туда надо макать и как раз набирать грязь. Это для чего грязь? Это, короче, грязь с розмарином для лица и тела, и, в общем, всего. Ну, пробую. Ой, фу, она такими катышками мерзкими. Ой, это мерзко. Ой, фу, и там так мерзко. Да уж, ну такое себе развлечение. Блин, там внутри в чаше очень противно на самом-то деле. Она, короче, какими-то такими штуками мерзкими. Да, свинюшки в своей стихии, короче, сейчас буду плескаться. Я, короче, намазываю на лицо на проблемные зоны. Сказали, что это для лица, она единственная тут для лица. Потом там еще есть антицеллюлитная, намажем на другие зоны и еще каких-то две. Короче, тут всего четыре чаши. Но ходишь такой, ну, как свинюшки в болоте таком. Вода теплая. Сразу включается, и запись пошла. Всем привет, я в туалете. Итак, мы вышли из отеля и идем взять велики на прокат, чтобы покататься по набережной, по велодорожке. Но я еще не уверена, где мы будем ехать конкретно, на велодорожке или на набережной, потому что на набережной нет велодорожки, а велодорожка идет по городу. Поэтому сейчас решим. Велик мы узнавали, стоит 1 час 10 тилей, не тилей, а турецких лир, ну, я их тиль назвала, они пишут ТЛ. А полдня, по-моему, или день 50 тилей, короче. Ну, мы берем почасово, потому что мы хотим вечером покататься. Мы, короче, взяли велосипеды, они тут, конечно, в таком состоянии странном, у меня колеса такие потресканные, вы не представляете. Но круто, сейчас выйдем на велодорожку, и как поедем, как помчимся на оленях утром ранним. Правда, сейчас вечер, и мы на великах. Колесо ходит восьмеркой прям, вообще. О, надо, ааа, блин, стрёмно одной рукой этой фигнёй управлять. Чё ты едешь не по той полосе? Тут всё написано, смотрите, это туда, это сюда. Сейчас всё будет. О, получается, блин, круто как! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы гуляли-гуляли, и наконец-таки попали на поющие фонтаны. Ну, в общем, он там сейчас поёт, там куча-куча людей, музыка какая-то, ну и вода, туда-сюда. Сейчас всё ближе подойдём, покажу, если получится, потому что там толпы народу просто стоят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы накатались, короче, приехали в центр. Ну, мы тут уже давно, мы попили колу-пиво, и сейчас поедем назад. Хотела вам показать, как подсвечена набережная, очень симпатично смотрится. И тут такой милый круг, тут круг как раз велодорожки, она здесь заканчивается, ну и такси сюда привозят, тут крепость же. В общем, так мило получилось, вообще молодцы, что сделали велодорожку, велосипедистов вообще много, но раздражают люди, которые по велодорожке идут пешком. Ну, то есть есть тротуар, он досад, ну, в каких-то местах он узкий, где-то широкий. Ну, что идти по велодорожке? Ну, вообще, дорожка идеальна, не страшно ехать, потому что она ограничена, как я уже говорила, но иногда таксисты, они поворачивают и не смотрят, есть велосипед, нет, поэтому если будете здесь брать велик на прокат кататься, то будьте аккуратны, потому что они вообще не смотрят, куда они едут, оно летит, и все. Вот, поэтому мы сейчас садимся на велике и едем назад. Кстати, дорога у нас заняла примерно 40 минут, но это с остановками, мы там еще фото делали, поэтому где-то так рассчитывайте. Субтитры сделал DimaTorzok